значит смотрите что происходит в иркутской области в данный момент очень сложная ситуация об этом все знают я попыталась как-то повлиять на эту ситуацию разумеется положительно никого не собираюсь подсиживать политика мне совершенно не интересно знают все мои знакомые знают все мои друзья как бы я не стремлюсь во власть я никого не хочу обличать но давайте посмотрим вот просто на очевидные вещи в области критическая ситуация мы заходим на сайт администрации и мы не видим красной кнопки для людей которые попали в беду это раз два я пыталась пообщаться с представителем администрации бывшим сейчас он сказал что на фрилансер он сказал все работает работа ведется все нормально и дала мне ссылку по которой я пройдя тоже увидела никакой красной кнопки не увидела ничего конкретного для пострадавших все что я увидела это телефон и человек и снова ссылка вот такое ощущение что как будто бы вот тебя запутывают вот как будто вот побеги туда не знаю куда я позвонила этому человеку вот чей номер оставлен на сайте нижнеудинска человек этот находится в данный момент в отпуске она мне дала еще номер то есть вот обращаясь к сайту иркутской администрации мы не видим красную кнопку мы не видим карантинационный центр мы не видим конкретно какой-то помощи хотя я больше чем уверена что люди которые попали в беду они именно таким путем идут то есть они идут на какие-то ресурсы их отправляют на какие-то местные ресурсы там люди в отпусках и человеку так потыкавшись он ну как сказать опускает руки он понимает что это какой-то вообще дурацкий марафон в погоне непонятно зачем ну а вообще как бы понятно своими какими-то правами которые вроде прописаны в конституции значит что я попыталась у меня страшно висел этот сайт он мне открывался минут сорок об этом я записывала stories в инстаграме с этим все понятно он реально открывался минут 40 когда я первый раз попыталась на него зайти теперь когда он уже подгрузился давайте я попыталась зайти в виртуальную приемную что мы имеем ну как бы человек в нижнеудинске он хочет пообщаться с администрацией логичное действие виртуальная приемная что мы имеем ошибка вернуться на сайт мы начинаем возвращаться на сайт ну слава богу вернулись нет координационного центра то есть нет либо штаба какого-то координационного хотя бы регионального потому что когда был пожар моя сестра сказала что они там не досыпают мчс не ки не доедают в общем муж там весь измутан в хлам просто значит мчс мчс иркутск мы заходим попытаемся позвонить по этому номеру узнать что чего кого и как но тот номер который мы видим вот под номером а это не существующий номер дальше я просто не стала проверять потому что ну а смысл вот тыкаться вот в эти вот в эти стены вот в эти заслоны как только обращаешься в администрацию начинается вот этот пинг-понг типа идите туда пойдите туда вам значит там по поводу асфальта звонишь там дороги в городе перекрывают не перекрывают а смысле ремонтируют звонишь там начинать кто тебя в жек отправит из жека тебя еще куда-то отправят там к секретарю опять секретарь тебя опять куда-то отправит и когда ты сталкиваешься с административными какими-то моментами начинается вот этот традиционный административный пинг-понг когда тебя отправляют из кабинета в кабинет когда тебя отправляют с места на место при этом ты говоришь да вот есть проблема в иркутской области мотыльки вот эти толпами непонятно откуда взявшиеся которые живут по 20 дней ядовитые между прочим они стихийное бедствие там стихийное бедствие как говоришь ребята ну они скорее всего завозные потому что они то там появится толпа то там появится толпа ветром с китая из китая не могло нанести у нас ветра все в ту сторону кто здесь давно живет иногда бывает но очень очень редко в основном ветра идут в ту сторону тусоваться мотыли могут толпой только когда у них гонну сейчас середина лета сейчас как бы это не привязано и когда звонишь в новости начинают просто над тобой откровенно издеваться и хохотать в частности телекомпания аист он кстати мне посоветовал записать видео и я не критикую я просто констатирую факты когда человек пытается помочь он натыкается либо на ошибку либо на телефонные номера но здесь конечно показано как все хорошо ни одной фотки о том что в регионе стихийное бедствие нет у нас ну и тут как бы телефон который тоже не работает хотя ситуация критическая все должно работать и выходные дни включая если не знаете как это сделать пообщайтесь со службой такси максим например у них это все хорошо пола налажено у них круглосуточно все работает они вам расскажут как у них это все получается много операторов многоканальный этот телефон короткий я насколько знаю выделено 60 миллиардов для помощи вот неужели даже просто на уровне сайта нельзя организовать помощь людям почему опять это приводит к какому-то запутыванию по хабово смотрела алексей он сказал энштейн по моему если не ошибаюсь говорит что хорошие люди строят мосты а как бы плохие стены ну вот давайте попытаемся понять смысл этого высказывания каждый на своем уровне исключительно никому ничего не навязываю просто констатация фактов сайт тяжелый проблема региона не отражена виртуальная приемная никуда не ведет а я записываю видео пощу посты понимаете вот так вот вот здесь уже надо конкретно разбираться в первопричине сложившейся ситуации как говорил далай-лама ищите причину вашего гнева ищите первопричину сначала он велел проораться потом как бы сказал надо найти первопричину вот давайте искать вот давайте искать вот вот теперь вот 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 вот